МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Школа-студия экранных искусств «Артлантида». Друзья, доброе утро! Доброе утро! И с Новым годом! И с Рождеством! Ну и с новым счастьем! И с новым счастьем, дайте мне сказать! Друзья, вы принесли огромное количество дипломов, наград, ваши победные... Как их правильно назвать? Трофеи. Трофеи, да, которые вы раздобыли и заслужили честным трудом в прошлом году. Ну, давайте начнем с конкурса, который проходил в Краснодаре. Что там было и что вы там получили? Это был Всероссийский фестиваль, который проводил Краснодар, сотрудничая вместе с Институтом кинематографии, то есть его филиалом, который находится в Краснодаре. Мы участвовали с фильмом, который мы показывали у вас, про Витю Черевичкина. Вот, собственно, статуэтка. Фестиваль называется «Молодой киновек». Он проходит уже в 15 раз, вот, и с каждым годом он становится все шире и шире, все лучше и лучше. Какая красивая статуэтка. В общем, дипломы, статуэтки. А где она хранится? Ну, пока у меня дома, но в скором времени, надеюсь, что мы ее перевезем в то место, где мы занимаемся. Ну, честно скажи, не надеешься, хочется, чтобы все-таки дома стояла. Нет, честно, каждое утро я смотрю на них, и они уже, честно, мне надоели. Вот так вот. Да, можешь передать их нам, мы, честно, поставим их на это место и будем любоваться. Мы вообще все в студию к себе забираем, чтобы было красиво, да. Амалия, расскажи, пожалуйста, немножко про конкурс сам. Много там было вообще конкурентов работ? Расскажи немножко. Работ было около ста. Номинаций, честно, не скажу. По-моему, тоже 15. Я победила в номинации дебют, то есть это был первый фильм, который мы там представили. То есть тут диплом даже именой, то есть написано мое имя, фамилия, вот, написано название фестиваля, диплом первой степени. То есть там было, ну, три степени. В моей номинации было много человек, но победил именно мой фильм. Ну, так распорядилась жизнь. Так распорядилась жизнь, так решили не мы, а распорядилась жизнь. Ну, у жюри на самом деле сидят очень уважаемые люди, то есть заслуженные режиссеры, там, допустим, самого Краснодарского края. Я, честно, не знаю, как это звание само называется, но заслуженные люди. Я не знаю, как их зовут, но знаю, что они заслуженные. Михаил, много было достойных вообще конкурентов. А вы это на меня рукой показали, как будто бы я там в жюри сидел. Я вот уже почему-то подумал, что вы сидели в жюри и уже хотел сказать, так вот почему победа. Нет, там не было. Ну, кстати говоря, вот фильм «Амалии», пусть остается легенда, в прошлом году также занял первое место. Приз детского жюри на фестивале «Включайся» в Останкино. Да, то есть это была большая победа, и, наверное, ростовских ребят самая первая большая победа, которая была, потому что вот... Это был наш первый фестиваль, и мы с него перевезли победу. Два года ребята не участвовали, мы не пускали, родители были против, говорят, почему наши дети не участвуют, а мы считали, что... Рано? Ребята, да, рано, не готовы. Не хотелось просто так как-то, знаете... Уходить без приза. Ребят холостыно, да. Хотелось прийти, увидеть и победить, правильно? У меня вопрос, но у нас же еще сидят две прекрасные представительницы школы-студии экранных искусств. Дипломы, Лиза, расскажи, пожалуйста, что за конкурс? Мы участвовали в крымском открытом конкурсе социальных фильмов. Пожалуйста, покажи на камеру вот такой диплом. Так. Сначала это был такой... Большой конкурс, да. Так, я за тебя буду рассказывать. Такое ощущение, как будто я в нем участвовал. Так, ну-ка, давай. Это был большой проект, который мы вам на... Сюда же? Сюда же. Все сюда, все в долг. В общем, правильно говоря, получилось для Елизаветы тоже неожиданно и необычно. А я это чувствую, потому как она рассказывает. Этот диплом, так скажем, нашел Елизавету, потому что наш режиссер Андрей Русских, которого сегодня нет, он на съемках, здесь его нет, к сожалению, он бы рассказал поподробнее. Он в тайне от всех. Была большая программа, большая передача, созданная ребятами, прям такая отчетная, большая. Минут на 25, по-моему, она получилась в общей сложности. Андрей разделил ее на сюжеты и эти сюжеты по отдельности отправил на фестиваль, на Крымский. И Роман Бузунов, которого у нас сейчас на горно-лыжном курорте у нас отдыхает, он занял первое место в открытом конкурсе социальных фильмов, телепрограмм. А Елизавета второе, то есть мы взяли два... А Яну вы взяли просто, чтобы она держала диплом, да? Ну, все понятно. Нет, на самом деле, Яночка у нас младший научный сотрудник, но новый... Какими вы интересными терминами оперируете, младший научный сотрудник. Новый человек, свежий ветер, вот, ученик Атлантиды, подающий надежды юниор. Я не могу ее оставить без слова. Яна, Елизавета, я попрошу тебя, возьми микрофончик у тебя, открепи его, поднеси к Яне, пожалуйста, его. Поднеси к Яне, пусть она скажет. Яна, я не могу просто тебя, правда, оставить без слова. Расскажи, пожалуйста, почему ты решила заниматься телевидением, вообще кино, искусством? Ну, на самом деле, журналистикой я начала увлекаться еще с пятого класса. Я писала в школьной газете и достаточно много написала статей, больше 20, по-моему, писала практически каждый месяц. И мне действительно это очень понравилось. И в итоге летом 2019 года я узнала о такой организации «Артлантида», которая базировалась в нашей школе. Я решила попробовать, мне понравилось. Понравилась я руководителям, и все получилось очень хорошо, поэтому я сижу сегодня с вами. Как прекрасно говорит Яна, мне кажется, ей даже не нужен был микрофон. Да, да. Так все было громко. Верни, пожалуйста, Лизе микрофон, а мы пока хотим поговорить с Артемом. Артем, как вы справляетесь вот с такими подающими надежды журналистами? Журналистами, правильно, что я понимаю? Журналистами и актерами, ведущими. Справляемся по своим методикам. Артем вообще выглядит на самом деле очень молодо, и такое ощущение, что он сам одного возраста с этими девочками. Артем, скажите, какую должность вы занимаете, и чем вы занимаетесь вообще в этой студии? Я помощник Михаила по обучению ребят. А то сейчас зрители посмотрят, скажут, такой молодой и учит. Ну да, приходится учиться. И также учиться параллельно. Я студент в ГИКО, но не здешнего, не ростовского, а в Волгоградского института искусств и культуры. На кого учитесь? Режиссер театрализованных представлений и праздников. Здорово. Михаил, у меня сейчас к вам вопрос. Там за кадром стоял человек и что-то пытался вам усиленно показать. Возможно, он намекал, что вы про что-то не рассказали. Я не знаю. Наверное, это про городки, в которые мы с ним не доиграли вчера. А может быть, какой-то сериал? Или фильм? Да, на самом деле, откровенно говоря, у нас школа, студия, она вот развивается. И во многом тоже благодаря вам и нашим друзьям, коллегам с телевидения. Потому что мы работаем не только в Ростове, но и в Волгограде. И студия также занимается не только телевизионными проектами, но и кинопроектами, взрослыми, серьезными кинопроектами. В данный момент мы работаем над большим фильмом, который называется «Защитники Сталинграда». Работаем уже больше года. За этот год были организованы кастинги в Волгограде. И более, ну не более, около двух тысяч детей прошло через эти кастинги. Ого. Да, но там есть еще очень важный момент, кстати говоря, касательно и Ростова, и вообще политики, так скажем, нашей школы-студии. Как бы сказать правильно, у нас немножко такой не совсем стандартный подход к набору ребят в школу. Почему? В чем выражается? А к нам не приходят. Не говорят, что вот мы хотим у вас заниматься. То есть вы приходите сами, да? Да, мы приглашаем ребят. Ваш ребенок еще не работает на телевидении, тогда мы идем к вам в этом смысле. Типа того, да. Чтобы вы поняли правильно, из двух тысяч детей мы пригласили в Волгограде заниматься 12. То есть мы сами пригласили, позвали, предложили им заниматься. То есть мы отобрали талантливых ребят сами, ну как бы по своему усмотрению. Кто-то из них захотел, кто-то смог, кто-то не смог и так далее. Ну там у нас просто не телевидение, там актерское мастерство по системе Чехова. Ну и видимо там вы решили снимать фильм «Защитники Сталинграда». Да, это в общем-то достаточно долгая история, но сам факт то, что год назад мы этот проект запустили в предподготовительный период, так скажем. И вот в канун Нового года было такое событие, когда немцев уже взяли в котел в Сталинградский, и это был как раз канун Рождества католического. И в общем немцы в котле это Рождество встречали, но и наши мирные жители, вообще фильм «Защитники Сталинграда» о мирных жителях, защищавших город. И в общем мирные жители тоже как-то встречали Новый год по-своему. И значит у нас в кадре дети, которые в подвале, в суровых очень условиях, значит как-то готовятся к встрече Нового года. Произошло какое-то невероятное чудо, к нам на съемки приехал известный московский актер Юра Миронцев, который сейчас главную роль сыграл в фильме «Угрюм река». И главную роль сыграл в фильме «Ополченочка», за что, кстати, попал на сайт «Миротворец» украинский. И прилетел к нам голливудский вообще актер. Вот, я хотел спросить, какое отношение имеет Голливуд еще? Оливье Сеу, он узнал, он правда проживает в Санкт-Петербурге, он очень любит Россию, хочет получить гражданство, у него там целая история связанная с нашей страной, хорошо говорит по-русски. И он сказал, для меня честь сниматься в этом фильме. А кастинг он проходил? Почему это дети 2000, а Голливудского сразу? Дело в том, что он очень похож, фотографическое сходство имеет, помимо того, что он очень талантливый и блистательный актер, он имеет фотографическое сходство с одним из персонажей нашей истории. Это Курт Ройбер, немецкий врач, который написал известную картину «Сталинградская Мадонна», или «Мадонна из котла» она называется, которая попала в Германию, уцелела, причем на обратной карте Сталинграда он ее написал, и потом она стала иконой, ее, в общем-то, как сказать, осветили, получается так. И это очень символично, потому что, ну, в общем, это нужно посмотреть, как он исполнил эту роль. Приехал консультант Андрей Медведев, замечательнейший человек, который общается с семьей Курта Ройбера, которая до сих пор там младшая дочь живая. Он несколько часов консультировал Оливье по поводу характера персонажа, потому что там было что-то невероятное, и мы смогли за один съемочный день отснять то, что нам нужно. Потом еще у нас был день на монтаж, потому что дали обещание людям 31 числа перед Новым годом сделать в Ютьюбе премьеру. Михаил, а я правильно понимаю, что это была премьера, это не сам фильм, это фильмы столько просто? Нет, фильм мы планируем запустить в конце февраля, это короткометражный фильм сначала будет отснят, а потом уже полный метр, потому что полный метр – это совершенно другая история, это, извините, другие деньги и так далее. А напомните, пожалуйста, его название и где его можно будет найти, чтобы посмотреть? «Защитники Сталинграда», короткометражный фильм называется «Защитники Сталинграда. Блокнот». В некотором смысле история отталкивается от блокнота, который вел очень известный дядька, прославивший наш, я так любя называю его дядькой, конечно же, это очень умный. А где вы найдете, может быть, самый главный? Олег Николаевич Трубачев. Да-да, а где найти фильм можно было сейчас посмотреть? Сейчас, в данный момент, постараемся передать вам кадры из интер, которые мы сняли, в частности, с Оливье. А сам фильм, конечно же, если возьмете в ротацию, в эфирную сетку, мы вам передадим. Ребят, желаю вам творческих успехов, будем ждать вас в гости, будем ждать премьеру этого фильма. А я напомню, у нас в гостях была школа-студия экранных искусств «Артлантида». Вам желаем всем доброго утра и прекрасного дня.